Я Веселков Николай Иванович. Из какого года? 25-го года рождения. Вы ветеран войны, да? Или участник? Восемь веселков. Инвалид Великой Отечественной войны. Спасибо. Я служил в рядах Советской Армии 45 календарных лет. 20 лет старшим преподавателем Академии имени Фрунзе. Что еще надо? Орденов и медалей полная. Спасибо. В своих указаниях я буду руководствоваться здравым и смыслом и велением своего сердца. Речь идет об участке земли у улицы Вильнюска, дом 8, корпус 2, где оказывается запланировано строительство центра бытового обслуживания с предприятием общественного питания. О том, что этот участок занят в аренду по строительству центра бытового обслуживания с предприятием общественного питания. Я узнал, когда приехала машина строителей бурить землю, брать пробу почвы. В нескольких метрах от рощицы ветеранов, которую мы высадили лет 30 назад. У меня сложилось мнение, или чиновники, сдававшие эту землю в аренду, были в наркотическом опьянении, или очень хорошо им позолотили ручки. В этом деле просматривается коррупционная составляющая. Я на другой день позвонил в управу района, попросил по телефону пригласить чиновника, который курирует эти вопросы. От чиновницы ответил не чиновник. Получил ответ да, запланировано строительство. Я попытался пояснить, что при строительстве необходимо много свелить деревьев. Рядом находится детская площадка. И сказал, если устроить, то слева, по детской площадке, где нет деревьев, есть подъезд и так далее. На это я услышал ответ. Участок, который я предлагаю, для строительства не годится. Там большой уклон местности. Вот вам и весь разговор. Ваша честь, на следующий день, после разговора с чиновницей управы, Анна Пейджа, мэра города, задал вопрос. Почему, кто и когда разрешил строительство указанного объекта на данном участке? Через месяц примерно получил ответ. Защитываю выдержку. На разношение объекта по заказу застройщика ЗАО «Паритет». В установленном порядке разработана градостроительная документация. Акт разрешенного использования земельного участка от 16-го, 7-го, 9-го года. Городостроительный план земельного участка от 15-го, 6-го, 12-го года. Получается, что землю продали без согласия жителей, проживающих в 30 метрах от объекта. Без меня меня женили. Президент страны Владимир Путин при деловых совещаниях с чиновниками требовал, чтобы все дела, затрагивающие интересы населения, были прозрачными. Вопросы решались с привлечением жителей. При решении данного вопроса все было не так. На мнение жителей и чиновники наплевали. Мы сдали участок закрытому акционерному обществу «Паритет». Лично меня пугает, что это за общество закрытого типа. И неизвестно, чем оно занимается. Короче говоря, тайна покрытая мраком. Ваша честь. Вопрос сдачи участка в аренду. Главный вопрос разбирательства. Не то, что мы сейчас делаем. Главный вопрос. Это участок, почему сдали в аренду. Остальное все производное от него. Поэтому возникает вопрос провести прокурорскую проверку с привлечением представителей от ИСА по вопросу сдачи земельного участка в аренду. И нечего бояться, что это московская организация, а там жуликов тоже полно. Так надо везде. Ваша честь. Но когда вопрос стал о строительстве объекта, тут власти проявили расторопность. Соблюдение всех формальностей. Хотя тоже допустил очень много ошибок. О чем сказали бы там. Ну, присмотрим. Соблюдение городостроительного земельной комиссии города Москва 13-10-го протокол 42 по проекту ГПЗУ в апреле 2012 года проведены публичные слушания. Экспозиция с 13 апреля по 19 апреля. Собрание участников публичных слушаний 29 апреля. Оповещение о проведении публичных слушаний было разрешено на официальном сайте префектуры Юго-Западного округа управы района Ясенева в газете «Закалужская состава» 22 марта на информационных сценах района около подъездов жилых домов. Все есть. Все есть. За отсутствием живых людей. Старших по подъездам, работников ЖКХ. Никто нам об этом даже и не говорил, и не подходил. Извините, обратите внимание, 29 апреля перед майскими праздниками, когда народа не было, они уже устраивали. Между праздниками они 6 мая устраивали слушания. По результатам публичных слушаний в поддержку ГПЗУ выступило 1099 человек. В том числе поступило 11 упрощений с 872 подписями. Против только 51 человек. Бумага все терпит. Ваша честь. Позвольте заявить свою точку зрения. Все зависит от того, как был сформулирован вопрос. К указанным цифрам я отношусь с большим недоверием. Название объекта с центром бытового обслуживания с предприятием общественного питания привлекает жителей. Это что-то новое. Массажный кабинет. Всех тошнит от торгово-озвлекательных центров и офисов. Поаплодируем. Аплодисменты вам. За какой объект выступило только 1099 человек. А почему не все население Ясенево? Главная изюминка в этом деле, где его построить. Возьмем даже наш случай. Дома Бильнюска 8 и 10. Даже жители этих домов, проживающих на противоположной стороне от объекта, будут колебаться. Кто-то поддержит, а кто-то нет. За основу результата в данном конкретном варианте надо учитывать согласие жильцов, перед носом которых будет строиться объект. Согласны. Реонидные цифры в результате публичных слушаний отводят от истинного положения. Цифра 51 человек против. Проект ДПЗУ говорит о том, что объект строить нельзя. Николай Иванович, вы молодец. Только вот это надо все... Ваша честь. А когда жители домов разобрались, что к чему, то выступили против строительства объекта 665 человек. Это, в несогласии, зафиксировано своими подписями. Мэр города Москвы Сергей Семенович Собянин в одном из интервью сказал, что приватизировано... Я хочу сказать, что правительство Москвы из 1335 инвестиционных объектов точечной застройки уже подменили 411. У 128 объектов уменьшили площадь застройки. Я планировал на пейджер Собянина задать вопрос. Но попал... Не попал и наш объект в этот список. Но уехал в санаторий и успел... Не успел задать вопрос. А когда приехал, где нас отойдет, то уже в моем почтовом ящике находилось 5 повесток и лица в суд. Значит, наш объект в список не попал. Поэтому уважаемый суд рассматривает этот вопрос. Вася Шеевич, строить объект на указанном месте, я считаю, совершить преступление. И вот почему. Первое. Этот объект не вписывается в архитектуру района Ясенева. Он будет отражать народную подсловицу сбоку припеку. Вся площадка, я измерил своими шагами, с больными ногами занимает. 50 шагов от пешеходной дорожки до парковочных машиномес. Это поперек. И 75 шагов от выездной дорожки и парковочных мест на детской площадке. Это поперек. На этой маленькой прямоугольнике в одном углу высажена роща ветеранов. 11 берез в возрасте 20 лет. В другом углу, примерно такого же размера, растет 31 дерево. Такого же возраста. Кроме того, две или три березы расположены в центре площадки. Очень четыре большие куста тоже растут по центру площадки. Уже сейчас припарковано около 30 автомобилей. И все эти насаждения будут уничтожены. Если их не все спилят, то погибнут они из-за нарушения корневой системы. Прилетик от лавана, коммуникации и так далее. А некоторые погибнут время строительства. Планируется строительство практического объекта, где уже готовый сквер для отдыха. Ваша честь, что делают чиновники, что все же протолкнуть стройку? Уменьшили размеры детской площадки на 3-4 метра. До осени 2012 года детская площадка имела затрапезный вид, хуже которого в Москве не было. Несмотря на то, что на ней всегда было и сейчас есть больше детей, чем на хорошо оборудованных площадках. Чиновники, по указанию которых построена урезанная по размерам действия площадка, совершили громадную ошибку, граничащую с преступлением. Сделали только один вхов, он же и выходом. Замкнули. Брось чего там. И все они погибнут, ребятишки. Они забыли о мерах безопасности, что сейчас детей воруют, расстреливают и так далее. Тут кто-то меня дополнить хотела, Вера. Раньше вокруг площадки, хотя и сколочено, и из досок, было 7 или 8 скамеек. Что не красит наш город. Сейчас осталась одна скамейка, расположенная в рощице ветеранов. Она осталась одна потому, что на ней сидят инвалиды, пожилые люди, с раннего утра до поздней ночи, при хорошей погоде, ожидая очереди посидеть. Вот вам и забота о старшем поколении. Следующий сюжет. Чтобы жители не ходили под тропинкой, утоптанной, проходящей через планировый объект. Эту тропиночку часто вспахивают, вместо того, чтобы проложить асфальт. И он нуждает ходить по опаснейшему маршруту, по проезжей части дороги, где съезжается из трех направлений машины. Там еще не знаю, почему до сих пор никого не задарили. Там такое опасное место. Зададимся вопросом, для кого строится этот объект. В нашем доме улица Вильнюска 8. На первом этаже все есть. Для бытового обслуживания. Либо парикмахерская, ремонт обуви, одежды и другие. Магазин с шаговой доступностью. Два магазина. Да. Значительная часть помещений долго не использовалась. Там был ломбард, аптека. Но потом, видимо, прилетели и улетучились. Правда, сейчас оборудовали помещения для танцев. У предполагаемого объекта рядом офисов и предприятий нет. Зато рядом находятся два детских сада и три школы. Кого будут поить и кормить в этом центре? Детишек? Конечно, нет. В центре будут справлять свадьбы. Отмечать юбилейные даты богачи. Жулики и ворлы. Проматывать наворованные деньги в игры. Устраивать путежи и так далее. Для жителей этот объект – зубная боль. Будут такие мероприятия сопровождаться разборками, выстрелами. Будут выстрелы и из окон жильцов. Такие примеры уже есть. Чего хоть чиновники? Да. Разрешая этот объект, для меня загадка. Ваша честь. Несколько слов о мерах безопасности. Я тут искал. Не буду зачинять. Еще насчет церковного гаража вокруг этого мероприятия. В чем еще тут я пишу? А вы письмо отправили Собайному заказное? Да, конечно. Следующая. Личная опасность через дорогу уходить. Это я тоже пишу. Заключение. Уважаемые присутствующие, мы надеемся, что суд удовлетворит наш иск и вынесет решение и встретит объект на другом месте. Строить объект на участке земли, который мы защищаем, я еще раз повторю, не буду всяких слов совершить преступление. Это погубить 45 деревьев. Практически в практически готовом сквере для отдыхающих людей. Второе. При необходимости, если наш иск не будет удовлетворен, мы намерены вести вольгу до победы. Вот до обращения в высшую судебную инстанцию. Лично я буду обращаться в Московскую ветеранскую организацию за помощью сохранить маленькую рощицу в 11-12 берез, которая называется ветеранской. Так только на высаженном участнике войны. Мне не очень хочется, чтобы при моей жизни увечеренной рощицы. Наши активисты к необходимости добьются встречи с мэром города и подвластят на участок, где планируется строительство объекта. И, надеюсь, докажут, что при выставлении ООНа акцион была допущена ошибка. Выключение. Все хорошо, все понятно. Мы обратимся к органам СМИ всех уровней с просьбой объективно распространить информацию по данному вопросу. Ваша честь, я прошу от имени 665 человек, не желающих строить объект на данном участке, изложенными выше аргументами, удовлетворить наш иск. Не ошибетесь.